Михаил Шолохов. Тихий дом. Отрывок. Мелозоревым алым цветом, А собачьей бессилой, Дурно пьяном придорожным, Тветет поздняя бабья любовь. С лугового покоса переродилась Аксинья, Будто кто отметину сделал на ее лице, Товро выжат. Бабы при встрече с ней Ехидно ощерялись, Качали головами вслед. Девки завидовали, А она горда и высоко Несла свою счастливую, Но срамную голову. Скоро про Гришкину связь Узнали все. Сначала говорили об этом шепотом, Верили, не верили, Но после того, Как хуторской пастух, Кузька курносый на заре, Увидел их возле ветряка, Лежавших под неярким светом Закатного месяца, В невысоком жите, Мутной, прибойной волной Покатилась молва. Дошло и до ушей Пантелея Прокофьевича. Как-то в воскресенье Пошел он к Мохову в лавку. Народу не дотолпишься, Вошел. Будто раздались, Заулыбались, Протиснулся к прилавку, Где отпускали мануфактуру. Товар ему взялся отпускать Сам хозяин, Сергей Платонович. Что-то тебя давненько не видать, Прокофьевич. Ну, делишки все непрерывно В хозяйстве. Что так? Сыны-то вон какие, А не управка в хозяйстве. Ну, что ж, сыны-то Петра в лагеря проводил, Двое с Гришкой И ворочаем. Сергей Платонович Надвое развалил Крутую гнидовалую бородку, Многозначительно скосил глаза Натолпившихся казаков. Ну, да, голубчик, Ты что же-то, Примолчался-то? А что? Ну, как, что? Сына задумал женить, А сам-то не гу-гу? Какого сына? Ну, Григорий, У тебя ведь не женатый. Покедова Еще не собираюсь женить. А я-то слышал, Будто в снохе берешь Степана Астахова Аксинью. Я? От живого мужа? Ну, да ты что ж, Платоныч, Навроде как смеешься, а? Да какой смех Слышал от людей. Пантелей Прокофьевич Разгладил на прилавке Развернутую штуку материи И, круто повернувшись, Захромал к выходу. Он направился прямо домой. Шел, Побычий угнув голову, Сжимая связку Жилистых пальцев в кулак. Заметней Припадал на хромую ногу. Мнуя Астаховский двор Глянул через плетень, Аксинья Нарядная, Помолодевшая, Покачиваясь в бедрах, Шла в курень С порожным ведром. Эй, погоди-ка! Пантелей Прокофьевич Чёртом попёр в калитку, Аксинья Встала, Поджидая его. Вошли в курень, Чисто вымытенный, Земляной пол Присыпан Красноватым песком, В переднем углу На лавке Вымытые Из печи пироги. Из горницы Пахнет Слежалой одеждой И почему-то Анисовыми Яблоками. Под ноги Пантелей Прокофьевич Попался Полосатый Большеголовый кот. Сгорбил спину И дружески Толкнул Осопок. Пантелей Прокофьевич Швырнул Его об лавку И глядя Аксиньи В брови Крикнул Ты что ж Это А? Не остыл Мужин след А ты уж Хвост На бок Грышки Я кров Спушу Это Это самое И Степану Твоему Пропишу Пушай Знает Ишь ты Мало Тебя Били Чтоб С нынешнего Дня И ноги Твоей Не было На моем Базу Шашлы Заводить С парнем А Степан Придет Да Да мне Аксиньи Аксинья Сузи в глаза Слушала И вдруг Бесстыдно Могнула Подолом Своей юбки Обдала Пантелея Прокофьевича Запахом Бабьих своих юбок И грудью Пошла На него Кривляясь Искали Зубы Ты Что ж Мне Свелка А Свелка Ты Что ж Меня Учишь Иди Свою Толстозаду И учи На Своем Базу Распоряжайся И я Тебя Дьявола Хромого Культяпова В упор Не вижу Иди Отсель Не спужаешь Ты Че Погоди Дура Нечего Годить Тебе Не родить Стопай Откель Пришел А Гришку Твоего Захочу С костями Сьем И ответа Держать Не буду Но Люб Мне Гришка Но Вдаришь Мужу Пропишешь Пиши Хоть Наказному Атаману А Гришка Мой 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 Владаю И буду Им Владать Аксинья Напирала Нара Бевшего Пантелея Прокофьевича Грудью Жгла Его Полымен Черных Глаз Сыпала Слова Одно Другого Страшней И Бестыжей Пантелей Прокофьевич Подрагивая Бровями Отступал К выходу Нащупал Поставленный В углу Костыль И Махая Рукой Задом Отворил Дверь Аксинья Вытесняла Его Из Сенцев Задыхаясь Выкрикивала Бесновалась За Жизнь Свою Горькую От Люблю А Потом Хоть Убейте Мой Гришка Мой Продолжение следует Продолжение следует...